Привет, я Аня и ты на канале Magic Family. У меня очень много разных животных, и вот недавно я наблюдала, как мои собаки кушают свой любимый корм к латину. И я задумалась, они едят так, как будто им явно очень вкусно. Но чувствует ли, например, собаки вкус настолько, насколько чувствуем его мы? И поэтому сегодня я решила рассказать вам очень интересные факты о бетонцах и еде, а также подведем итоги нашего розыгрыша. Подписывайся на мой подблог и поехали! Для меня просто безумно интересным фактом оказалось то, как пьют собаки. Вы наверняка знали, и я знала, что собаки пьют, сворачивая язык в форме ложечки. Но знали ли вы, что сворачивают они его не вверх, а вниз от нёба? Да, вот так получается, они используют свой язык как ковшик. Это же просто невероятно! Только посмотрите на это, насколько продумана природа! В отличие от собак, которые неаккуратно хлебают воду, применяя свои языки в качестве черпака, водики вообще разработали свой сложный и эффективный метод. И это разговорно целое отдельное видео. Кстати, ставьте лайк, если вы хотите ещё больше интересных фактов о питомцах. И, конечно, не только о еде, а, например, о том, как они живут в самых разных странах мира. Это очень интересно! Ну и заодно напишите в комментариях, о ком бы вы хотели узнать что-нибудь новенькое. По мне, очень забавный факт это то, что и собаки, и кошки, как и мы, люди могут икать, когда едят или пьют слишком быстро. Особенно очень часто икают чайночки, потому что они только учатся кушать и заглатывают слишком много воздуха. Но помните, что прям постоянная икота у вашего питомца это ненормально. А теперь как раз по поводу вкуса. Вот вы знали, например, что у человека около 9000 вкусовых рецепторов? Несмотря на то, что определить, как собаки или кошки чувствуют вкус, очень сложно, потому что это сильно связано с обонянием, считается, что у собаки всего лишь 1700 рецепторов, а у кошек даже меньше 500. То есть во много раз меньше, чем у нас. И поэтому, когда мы с вами едим что-то практически безвкусное, например, для меня, очень многие мягкие сыры практически не имеют вкуса. Если дать попробовать это вашей собачке или кошечке, она вообще не поймёт, что это такое. Скорее всего, именно поэтому животные менее прихотливы к вкусу еды, чем мы, люди. Зато вот запахи собаки и кошки чувствуют в тысячи раз лучше, чем человек. Поэтому, если вы спрячете куда-нибудь с лакомства, они всегда найдут, где эта вкусняшка спрятана. Кстати, согласно проведённым исследованиям, и мне очень жаль, что кто-то проводил такие эксперименты, собаки могут выдержать почти 100 дней голодания, если у них есть вода. И я уверена, не без вреда для здоровья, поэтому я никому не советую проверять, сколько ваш питомец может не есть. Это очень жестокое обращение морить животное голодом. Любые собаки, независимо от размеров, не умеют так жевать еду, как нам кажется. Они заглатывают её кусками, отрывая их коренными зубами. То есть она не будет разжёвывать мясо, как мы, до кашицы, а будет глотать его прям кусками. Просто это мы можем даже не замечать. Это уже даже не просто интересный факт, а безумно полезная информация. Если собачке чего-то не хватает, каких-то веществ в организме, то она будет хотеть кушать очень странные вещи. Если собака или щенок грызёт штукатурку, кирпич, землю, это недостаток кальция. Мусолит носки, которые уже одевали, или обувные стельки, недостаток витаминов группы В. Ест экскременты, простыми словами какашки, недостаток витамина В12. Подбирает окурки или сигареты, недостаток витамина В. Вот, например, София когда-то постоянно покушалась на чужие экскременты, и мне всё время приходилось за ней следить. А Эйвен, когда был маленький, любил воровать носки, которые уже поносили, и пожевать их. Но теперь, слава богу, ни один пёсик в нашей семье не страдает желанием съесть что-то, кроме еды. Мы совсем недавно перешли на новый корм Платину, и я о нём уже не раз вам рассказывала в других видео, даже сделала отдельное видео. И я считаю, что сейчас в мире нет аналогов этому корму. Это абсолютно натуральный корм, который сделан совсем не по тем же вредным технологиям, как большинство кормов. В самом большом шоке я была, наверное, от нашей собачки Миши. Ей уже больше двух лет, и когда она попала к нам, она была очень боязливая и практически ничего не ела. Но сейчас, по-моему, она ест лучше всех. И очень многие вконтакте, в инстаграме идут в комментариях, спрашивают, где и как я заказываю корм Платину. Я заказываю прямо на их сайте, ссылку, если что, я оставлю в описании. Пробуйте, звоните. Кстати, когда будете делать заказ, попробуйте сказать, что вы от Ани. Есть такие слухи, говорят, что они делают скидку или бонус, если говорить, что вы с нашего канала. Я действительно рекомендую его всем своим друзьям. Да, он совсем не дешёвый в сравнении с многими кормами. Но для меня это равносильно, как если я для себя куплю лучше какие-нибудь натуральные полезные спагетти подороже, чем я куплю бич-пакет. Так вот, именно на этот корм у нас был конкурс, плюс звонок от меня. И сегодня я выберу победителей, и они в скором времени получат свой корм, и я им позвоню. Так, вот он наш конкурс, я копирую ссылку на него, и вставляю в программу, в приложение «Случайный победитель. Рандом. Конкурсы. Розыгрыши». Выбираю двух победителей ВКонтакте, вот они наши победители. Сейчас проверим, выполнили ли они условия. Лиза Лужко закрепила запись, всё правильно, она наш первый победитель. А вторая Лиза Андреева, две Лизы. Вот она тоже выполнила все условия, закрепила запись, и она наш второй победитель. А теперь определим победителей в Инстаграме, там тоже нужно было подписаться на группы, на аккаунты, и поставить хэштег «Платинум Дог». Здесь очень много картинок, они все, в принципе, одинаковые, точнее, вообще одинаковые. Я выберу любую, случайную сейчас, и это Олечка ВАЗ. Сейчас проверим, выполнила ли Оля условия, подписалась ли она на наши аккаунты «Платинум Русс» в «Мэнджик Фэмли Пэтс». Олечка ВАЗ наш третий победитель, я скоро с вами свяжусь. Мы поздравляем победителей, остальные, пожалуйста, не расстраивайтесь, будут ещё конкурсы, подписывайтесь на наши каналы, и скоро увидимся. Пока!